Девушки отдыхают Точно не заскучали? На одной половине этого странного космического объекта стоит дичайшая жара. Температура поверхности там достигает 2600 градусов по Цельсию. И этого с лихвой достаточно, чтобы горные породы начали испаряться, словно лужи воды на Земле. В то же время другая половина относительно прохладная и разогрета всего до 177 градусов по Цельсию. Под столь адской температурой на горячей половине планеты скалы испаряются и конденсируются в огромных каменных облаках. После чего эти облака проливаются дождем из жидких камней или магмы обратно на поверхность. Но поскольку температура атмосферы, как и температура на второй половине планеты, значительно ниже, дождь из магмы нередко затвердевает в камни, прежде чем ударить по поверхности. Настоящий каменный дождь. Представляете увидеть такое своими глазами? Но погодите, следующее место удивит вас еще больше. HD 189773b. Экзопланета, расположенная в 63 световых годах от нас. По размерам она чуть больше Юпитера, и вы скорее всего со мной согласитесь, если я скажу, что выглядит она потрясно. Только вот знали бы вы, какой ужас кроется за всей этой красотой. Ее фантастический внешний вид обусловлен тем, что атмосфера планеты состоит в основном из силикатных частиц. При температуре в 930 градусов Цельсия и ветрах, которые часто достигают 8700 км в час, что в 7 раз быстрее скорости звука, здесь также идут дожди. Еще более жуткие дожди, чем на прошлой локации. Они тут чистые, словно стекло, ибо это и есть стекло. Только представьте себе картину. Надвигаются тучи. Из-за горизонта пробиваются первые, пока еще едва уловимые отголоски грома. Поднимается ветер, скорость которого достигает 2 км в секунду, и, наконец-таки, небо разрывается проливным дождем. Донны стекла на сумасшедшей скорости обрушиваются на вас с атмосферы. Если бы такая буря вдруг возникла на Земле, при такой же скорости ветра она бы облетела нашу планету по экватору всего за 5 часов и 33 минуты. После чего местным жителям, скорее всего, сильно не поздоровилась бы. Но знаете, все это мелочи, раз уж разговор зашел в ветрах. Эти жалкие 8 тысяч километров в час просто детский лепет по сравнению с ветром, который дует на планете HD 189 733 b. Температура на солнечной стороне газового гиганта часто достигает обжигающих 966 градусов Цельсия. Темная сторона по климатическим меркам также ушла недалеко. Здесь обычно не ниже 688 градусов. Столь малая температурная разница обусловлена чрезвычайно быстрыми ветрами, которые достигают здесь просто фантастических 35 тысяч километров в час, что ровно на 10 километров в секунду или почти в 29 раз быстрее скорости звука. Как я уже говорил в одном из прошлых видео, самый быстрый ветер из всех когда-либо зафиксированных на Земле был зарегистрирован во время торнадо в Оклахоме еще в 1999 году. И его скорость достигала всего лишь 484 километра в час, что в 73 раза меньше, чем обычный среднестатистический ветерок на HD 189 733 b. Если бы у вас были крылья, либо парашют, ну или обычный зонтик на худой конец, раскрыв его, вы могли бы облететь всю планету вокруг всего за 1 час и 8 минут. Но что-то мне подсказывает, что ваше тело окочурилось бы значительно раньше. Падающие с неба камни, температура в 3000 градусов, стеклянные дожди быстрее скорости звука. Знаете, вот чем больше всего такого я узнаю, тем меньше у меня сомнений по поводу существования ада. В прошлом выпуске я оборвал свой рассказ на тенях. Так вот, продолжим. Только представьте себе, что есть место, где по утрам вас будят лучики не от одного солнца, а сразу от двух. Вечером вместо одного шикарнейшего заката вы можете наблюдать за двумя или даже тремя. Причем одновременно. Раньше такое казалось фантастика и было возможно лишь в «Звездных войнах». Пока мы не обнаружили удивительную экзопланету Кеплер-16b, которая вращается в системе из двух звезд в созвездии Лебедя. Вместо одного солнышка. На горизонте у этой крошки сразу два. И если на Земле моя одинокая тень умирала от тоски, то здесь у нее появился бы друг. Хотя, скорее всего, если бы я каким-то образом смог телепортироваться на эту планету, то вмиг умер бы от высокой температуры и отсутствия воздуха. Но если допустить, что у меня супер навороченный скафандр и я остался в живых, в общем, два солнца и две тени — это прикольно. Но все же не так прикольно, как три солнца и три тени. Относительно недавно астрономы обнаружили еще более удивительный объект. HD-131-399AB. Новый татуин побил все прежние рекорды. Мало того, что он вращается сразу вокруг трех солнц, так еще и обладает исполинской массой в четыре раза больше Юпитера и необычайно протяжной орбитой. Один годовой оборот экзопланета совершает аж за 550 земных лет. Причем половину этого времени все три светила не сходят с небосклона. Представляете? Ни одного заката за 275 лет. Находится все это в 340 световых лет от Земли. Что на 300 световых лет дальше, чем наш следующий экспонат — планета океан GJ-1214B. Все вы прекрасно знаете, что 70% поверхности нашей планеты занимает вода. При этом в нашем случае она составляет лишь 0,005 от общей массы Земли. Так вот, на этой далекой соседке, как полагают ученые, вода может составлять до 10% общей массы всей планеты. Это значит, что GJ-1214B полностью покрыта огромным океаном, достигающим сотни километров в глубину. Планета в 2,5 раза больше Земли радиусом и примерно в 6,5 раз больше по массе. Если посмотреть на все те творения, которые подарил нам наш земной океан, не превышающий 11 километров в глубину, страшно даже представить, какие монстры могут скрываться в этом жутком месте. Но, скорее всего, эти монстры существуют там благодаря моей фантазии. На самом деле дно этого огромного океана находится под таким сильным давлением, что жизнь там невозможна в принципе. Известно лишь, что вода на дне может переходить в экзотическую форму льда, известную как «Лед-7». Впрочем, все мои поиски информации об этом странном веществе не увенчались успехом. Я так и не понял, в чем прикол этого льда, помимо того, что он вовсе не похож на лед в обычном земном понимании, поскольку совсем не холодный, но при этом находится в твердой форме. Если вы обладаете более широкими познаниями в этой теме, прошу просветить меня в комментариях. Ну и на десерт — последняя планета. Вот где-где, а здесь, мои хорошие, находится самый настоящий ад. Многие звезды не смогут похвастаться столь же высокой температурой, до которой раскалена планета Кельт-9b. Примерно каждые полтора дня эта крошка размером с наш Юпитер делает полный оборот вокруг своей звезды. Эта звезда на минуточку является одним из самых больших светил, возле которых ученым удалось найти планеты. Голубой гигант А-класса Кельт-9, возраст которого оценивают в 300 миллионов лет, примерно вдвое больше и горячее нашего Солнца. Из-за столь исполинских размеров планета Кельт-9b, которая вращается в непосредственной близости от этого реактора, нагрета до невероятной температуры в 4 327 градусов по Цельсию. Это просто фантастика, если учесть, что температура нашего Солнышка составляет 5 500 градусов по Цельсию. Да что там Солнце? Большинство звезд спектральных классов F, G, K и M не превышает 7 300 градусов по Цельсию. И только представители классов B и O прогреваются выше 10 000. Таким образом, экзопланета, обнаруженная Скоттом Гауди при помощи пары телескопов Кельт, оказалась горячее многих звезд. Не знаю, как вам, но мне эта информация просто выносит мозг. На этом мой космический эфир подошел к концу. Спасибо, что смотрели. Еще большее спасибо за то, что поставили лайк, но и просто огромнейшее спасибо за то, что подписались. Новые, еще более захватывающие выпуски уже совсем скоро. До встречи, мои хорошие.